Музыка Закон о проведении референдума Сейчас киевские политики ломают копию, что наш референдум крымский будет незаконен, его никто не признает и так далее. На что они ссылаются? Они ссылаются на Конституцию Украины и в той Конституции, которая 1996 года и в той, которую они там себе восстановили ее действия 2004 года. Действительно четко указано, что изменение территориального состава Украины может быть проведено только на основании всеукраинского референдума. Это действительно указано в Конституции, это так и есть. И с этой точки зрения, конечно, киевские политики, хотя их политиками называть тяжело, это те, кто захватили власть, самопровозглашенные политики, которые даже пытаются обратиться в Конституционный суд, который они там недавно разгоняли по этому вопросу. Может быть, какая-то доля правды в этом и есть, но международное право говорит о том, что народ имеет право на самоопределение. Это, кстати, зафиксировано в уставе Организации Объединенных Наций 1945 года еще, в других международных документах, пактах о международных договорах, правах. Вот. Каждый народ имеет право на самоопределение. Причем, этот вступает в коллизию, это право, с правом целостности территории государства. Не допускается раздробление его целостности, ну, не допускается только в том случае, если государство признает и уважает равноправие народов. Это тоже зафиксировано. Я вот хотел бы выделить. Признает и уважает равноправие народов. Мы здесь равноправия не наблюдаем абсолютно, да. Вот. Поэтому наше право на самоопределение незыблемо. И Верховный Совет Крыма, и Севастопольский городской совет разработали положение референдума. Ведь я еще хочу обратить внимание на то, что в международном праве есть такое понятие, как коренное изменение обстоятельств. То, что сейчас и произошло. Произошел конституционный переворот. Угроза жизни русскоязычного населения, она реально... Вот. Нам угрожали боевики, как вы помните, в первые дни, что мы приедем, мы зачистим Крым. Мы этих дегенератов, которые не знают русский язык, надо сажать на пять лет. Это Фарион заявила. И лидер парламентской фракции Технебок там делал аналогичные заявления. Вот. Поэтому при таком коренном изменении обстоятельств наше право на самоопределение незыблемо. Референдум будет проведен. И я вам даже более скажу. То, что там шустер и прочие говорят, что не будет никем признан, кроме России. Я уверен, что его признают некоторые государства, которые немножечко менее агрессивно относятся к нам, к России, чем, допустим, европейские страны, которые, не стесняясь, вели переговоры в свое время с оппозицией, которые не были представителями Украины как государства. Провоцировали, раздавали там хлеб и булочки на Майдане. И до сих пор считают то, что произошло на Майдане, мирным митингом. Ну, мы видели, да, там, коктейли Молотова, цепи, видели стрельбу, все видели. Поэтому они упорно называют мирный митинг. Ну, это их право, их дело. Очень, чтобы, так сказать, подытожить, считаю, что наш референдум проводится, вернее, будет проведен 16-го числа четко в нормах международного права, тех гарантий, которые нам международное право дает, и волей заявления народов, скорее всего, будет выполнена Российская Федерация делать шаги на встречу в этом вопросе. Насколько мне известно, вчера городской совет утвердил положение о проведении севастопольского референдума. Я его не видел, но пока имею информацию о том, что согласно положению референдум состоится, если проголосуют более 50% избирателей. Хочу напомнить, что у нас в Севастополе их 301 тысяча. И, пользуясь случаем, попросить людей, потому что каждый голос у нас на вес золота, прийти, я знаю некоторых людей, не некоторых, а уже многих. Кто-то едет из Москвы, есть даже люди, которые из Новосибирска едут, только для того, чтобы лично проголосовать, принять участие в судьбе Севастополя. Значит, это первый момент. Референдум состоится, если более 50% избирателей явятся на участки. Поймите правильно, русские паспорта вам никто домой не принесет. Если будете сидеть дома, то ждите тогда правый сектор, левый сектор, еще какой-то сектор здесь, который уже собирается сюда выезжать, на референдум тут провоцировать и так далее. И второе о том, что, то что мне известно, в бюллетене будут два вопроса о вхождении Крыма. Крым рассматривается как географическое понятие, в которое входит и Севастополь, в Российскую Федерацию на правах субъектов Федерации. И второй вопрос, восстановление Конституции 1992 года в составе Украины. Сразу хочу сказать, что отвечать надо только на один вопрос. Да, нет. Если будет ответ на два вопроса, то бюллетень будет считаться недействительным. Поэтому это будет прямо указано на бюллетене. Поэтому прошу быть внимательным и выражать свое волеизъявление четко и понятно. Хотя, в общем-то, вроде как сам юрист, да, но когда речь пошла о Конституции Крыма 1992 года, мне пришлось минут 20 искать в интернете. И я не думаю, что 301 тысяча населения Севастополя, вернее, избирателей Севастополя, хорошо знакомы с этой Конституцией. Ну, в общем-то, я не агитирую, как бы не имею права, наверное. Но мне кажется, что выбор севастопольцев очень очевиден, довольно очевиден, что мы будем голосовать за первый вопрос о вхождении Крыма в состав Российской Федерации. Очень много возникает вопросов у людей. Звонят родители, да, как будем сдавать экзамены, какие дипломы, будут ли призывать наших детей в российскую армию, если мы станем Россией. Ведь на Украине, как бы, на сегодняшний день официально заявлено, что нет призыва срочников. Ну, миллион вопросов. Ну, думается, ну, во-первых, надо понять, что, наверное, последний раз еще советский СССР присоединял территорию в 45-м году, да, после победы, там, Кенигсберг, Калининград, там, Курилы. Ну, как бы прецедентов не было. И то, что сейчас делается, беспрецедентно. Ну, скорее всего, будет довольно длительный переходный период, чтобы мягко адаптировать наше законодательство, то, что у нас есть, к российскому. Что касается бизнеса, ну, если Украину уж совсем не будет признавать, хотя я уверен, что признают, куда она денется, Российская Федерация тоже не игрушки, ну, придется перестраивать бизнес в какой-то мере, потому что, как бы, какие-то неудобства, конечно, люди будут испытывать. Но давайте соизмерять эти неудобства с тем, что нас бы ждало, если бы мы не сделали то, что мы делаем. Мы видим ролики, да, когда депутаты заседают городского совета, сзади них стоят люди с дубинами, с битыми, в масках, так сказать, независимые наблюдатели. Мы видим, как ведут себя представители правого сектора. Сегодня Яценюк, или вчера Яценюк уволил трех генералов, которые высказались против придания этому правому сектору статуса официального военного формирования. Вот поэтому здесь надо соизмерять. Может быть, действительно придется терпеть какие-то неудобства и перестраивать свой бизнес на российских поставщиков. Ну, как бы, надо думать, извешивать. А вообще надо быть патриотом своего города, своей страны. Ведь надо четко понять одну простую вещь. Мы не пытаемся присоединить Крым к России. Мы пытаемся восстановить историческую справедливость и вернуть Крым к России. Это разные вещи. Не присоединить, а вернуть. То, что было отобрано благодаря, в общем-то, недальновидной политике тех лидеров, которые в 1991 году фактически преступно развалили Советский Союз, подписав Беловежское соглашение. Кстати, напомню, что, как неожиданно выяснилось, оригинала этого документа Беловежского соглашения нигде нет. То есть документа, как такового, нет. Поэтому, в общем-то, вопросы есть, но будем разбираться с проблемами по мере их поступления. Представим себе 17 марта. Известные результаты референдума. Предположим, большинство поддержали Россию. Следующие действия наших городских властей и территории Крыма. Официальное обращение в Госдуму Российской Федерации, в Совет Федерации и, видимо, президенту Российской Федерации с просьбой выполнить выявление народа о присоединении Крыма к Российской Федерации на правах субъекта Федерации. То, что касается России, вчера Матвиенко заявил о том, что с уважением отнесутся, это я уже про российских политиков говорю, с уважением отнесутся к результатам нашего референдума. В Госдуму внесен законопроект о присоединении территорий новых субъектов к Российской Федерации. Там довольно упрощенный. Весь смысл в том, что, если этот законопроект пройдет, то России для присоединения Крыма к себе в качестве субъекта Российской Федерации не надо будет заключать каких-либо дополнительных соглашений с Украиной. То есть наше прямое волеизъявление может быть выполнено российской стороной. Честно вам скажу, что вопрос признания нашего референдума отдельно от крымского пока никем нигде не рассматривался. Ну, по крайней мере, я не имею информации о том, чтобы он рассматривался этот вопрос. И вы все время пытаетесь у меня уточнить с точки зрения права. А поймите, ведь правовое поле Украины, оно разрушено. Оно полностью нелегитимно. Потому что по Конституции, допустим, того же генерального прокурора назначает президент. У нас какая-то непонятная должность и у президента Турчинов, да? Он и спикер Верховной Рады, он и у президента. Я уже говорил на прошлом эфире, что такие полномочия в последней истории имел только Адольф Гитлер. Не потому что я их сравниваю, а потому что это так и было. Вот. И правового поля как такового нет. И поэтому говорить о праве сейчас приходится с некоторой натяжкой. Ну, пускай это никого не смущает. Это та ситуация, в которую нас поставили. Не мы, а нас в эту ситуацию поставили. Что мы не признаем решения киевских властей, киевских судов, киевских прокуроров и так далее. Потому что они сами действуют вне правового поля. Вчера, сегодня уже создаются агитационные группы. Людям будет разъясняться преимущества и недостатки, если таковые есть. Как голосовать. Будут разъясняться те 10 условий, которые выдвинула МВФ Украине. Наверное, вы их читали. Это, в общем-то, безрадостная старость. Это нищета. Это повышение тарифов. Очень серьезное. Это уменьшение социальных выплат. Вернее, ликвидация, фактически. Социальных выплат, которые были. Запрещается корректировать. Господи, минимальный жизненный уровень. То есть, все замораживается. То есть, Запад говорит о том, что зарабатывайте, как хотите, но ваши социальные проблемы нас не волнуют. И вот на все это согласилось киевское правительство. Это, ну, если кого-то больше интересуют экономические аспекты, чем патриотические. И здесь тоже большая проблема с Украиной. Как бы российский «Газпром» заявил, что, видимо, поскольку Украина не платит, то мы можем приостановить поставки газа на Украину. Америка, когда мы будем свой поставлять? Ну, поставляйте, но за все надо платить. И Америка потребует деньги, и так далее. Поэтому, на мой взгляд, Украину ждет довольно безрадостное будущее, по крайней мере, в ближайшее десятилетие. Поскольку эта страна и фактически, и политически банкрот на сегодняшний день. Агитация будет идти. Ну, в плане агитации могу сказать, я вчера разговаривал с представителями, ну, с военнослужащими внутренних войск России. Так вот, у них рядовой контрактник, рядовой контрактник, получает на наши деньги чуть больше 4 тысяч гривен. Рядовой контрактник. А что такое рядовой контрактник? В России существует, что или ты идешь, когда достигаешь призывного возраста, год служишь, или можешь в качестве альтернативы идти сразу на контракт. И вот такие деньги, которые у нас и не каждый офицер милиции получает. 4 тысячи, а там пришел. Зарплаты гораздо выше, поэтому в этом плане тоже как бы людям стоит подумать, если кого-то это больше интересует. Будет какой-то переходный период, да. Некоторые банки, конечно, отсюда просто убегут, это понятно. Допустим, сейчас расследуется причастность приватбанка к правому сектору. Некоторые просто попытаются отсюда скрыться. Но в переходный период это не будет так, что завтра вы все не граждане Украины, вот все уже. Понятно, что даже вот такие вопросы, что люди сегодня совершают преступления. Вчера задержали грабителя милиции, который вырвал у бабушки сумку, там 60 гривен всего для бабушки, это вся жизнь. Как можно судить, допустим, вот прошел референдум, Россия, да. Как можно судить человека, который совершил российским судом, который совершил преступление на территории другого государства. Ну, миллион вопросов возникает. Поэтому, еще раз говорю, будет переходный период, он будет довольно мягким, щадящим, поскольку речь идет о почти трехмиллионном Крыме, ну, вот примерно так. Выдала Россия паспорта российские, украинские, что мы убираем, ликвидируем, что мы с ними делаем? Трудно сказать. Вот вы меня спрашиваете, как моя фамилия, Настардамус, да, что будет завтра. А у меня другая фамилия, на самом деле. Что будет? Ну, во-первых, и на Украине не запрещено двойного гражданства. И в России такая же самая норма есть, что если лицо, имеющее российское гражданство, имеет гражданство другого государства, то Россия относится к нему как к гражданину России. То есть и там оно не запрещено, и там оно признается. Просто там нет этих истерик, что, а, как же так, у вас два паспорта. Абсолютно нет. И поэтому, как будет происходить замена паспортов, либо выдача паспортов без замены, это покажет ближайшее будущее. Дай Бог нам только выиграть референдум. И когда уже будет ближе к теме, изучим законодательство российское, будем подробно говорить, как это должно все происходить. Мы очень хотим, чтобы СМИ помогали нам, агитировали, нам, кому, я имею в виду севастопольцам, никому иному, разобраться в ситуации, сделать правильный выбор. А какая-то информация, которая нужна, мы ее сейчас отрабатываем, собираем. Мы понимаем, что осталось совсем мало, 8 дней, да, но, тем не менее, это все-таки 8 дней. И будем работать, не покладая рук, чтобы до севастопольцев довести максимум информации, которая их интересует. Если у вас поступают вопросы, звоните, мы будем как-то собирать, анализировать и пытаться рассказать с экрана НТС об этом. То есть давайте как-то взаимодействовать в этом вопросе, потому что интерес в данном случае, по-моему, общий, и на кону стоит все. Если мы упустим свой шанс, то другого шанса при нашей жизни, я думаю, такого не будет. И история нам не простит. Мы свой шанс в 1991 году упустили, теперь нам дан еще один шанс, и мы должны его, так сказать, отстоять. Редактор субтитров А.Семкин